Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы с вами поговорим о мерах профилактики респираторных вирусов инфекций средствами Вивасан. Надо сказать, что статистические данные, довольно удручающие по респираторным вирусам инфекции в мире, 95% всех инфекционных заболеваний составляет именно эта группа болезней. Ежегодно в мире страдает до 500 миллионов людей этими заболеваниями и 2 миллиона погибают. В России особенно острая сложилась ситуация с коронавирусной инфекцией. Одним из представителей респираторных инфекций заболело уже более 4,5 миллионов человек и погибло на данный момент уже более 100 тысяч человек. Возбудителем респираторных инфекций являются вирусы. Это довольно распространенные возбудители, которые не живут в организме, то есть которые не живут самостоятельно, а живут в организме. И представлены они миксовирусами, аденовирусами, кишечными инфекциями, ириновирусами. И вот последнее – это коронавирусы. Они, облигатные паразиты, живут за счет человека. Пути передачи инфекций основной – это воздушно-капельный, при кашле и чихании. Существуют и бытовые способы, они менее значимы, но они имеют место быть. Это прикосновение к лицу, рукопожатие, при уходе за больными людьми, при контакте с загрязненными поверхностями. Основной путь передачи, мы уже сказали, это воздушно-капельный путь и дополнительный – это бытовой путь. Надо сказать, что при чихании кашля вирус может распространяться до 7 метров. Механизм внедрения довольно простой. Вирус имеет определенные ферментные системы, которые растворяют оболочку клетки и за счет этого внедряются в клетку и уже размножаются. Размножаясь в этой клетке, дают новую популяцию вируса, который уже распространяется по всему организму. Самое частое и грозное осложнение, которое возникает при респираторных вирусных инфекциях – это воспалительный процесс в легких, так называемые пневмонии вирусные. Профилактика респираторных вирусных инфекциях несложная, но не все, к сожалению, ее соблюдают. Не все даже знают меры профилактики. Прежде всего, для профилактики нужно прикрывать рот и нос, который является основным источником выделения вируса у больного человека. Это частая обработка рук, потому что через загрязненные руки могут попадать вирус в полос носа и рта. Это проветривание помещения, потому что при проветривании вирус может погибать или выводиться из помещения. Это смазывание носа защитными мазями. Ну и одним из ведущих средств профилактики является ношение защитных масок в общественных местах. Существует два вида профилактических мер. Например, это специфическая профилактика. Мы прекрасно это знаем. Это вакцинация населения и от гриппа, и от других инфекций, особенно пневмокока и коронавируса сейчас уже. Ну и неспецифические методы, как мы уже говорили, это ношение масок, мотив рук, социальное дистанцирование. Это витаминизация и минерализация организма. И одним из очень эффективных, популярных в настоящее время являются методы профилактики посредством применения эфирных масел, так называемая аромотерапия. Для проведения аромотерапии используются эфирные масла. Их довольно много, их большое количество, обладающие разными свойствами. Надо сказать, что в настоящее время поступают в компанию ВАСАН новые продукты, направленные на профилактику вирусных инфекций. И одним из ведущих средств будет гигиенический спрей по уходу за полость рта и полость носа. Он содержит довольно большое количество эфирных масел, таких как лимон, мята, лаванда, гвоздика, чайное дерево. Ну и одним из ведущих компонентов является экстрагрифрутовый косточек. Это очень эффективное средство борьбы с бактериальной инфекцией, противовирусов и даже грибковых поражений полости носа и полости рта. Надо сказать, что способ применения довольно простой. После гигиенического ухода за полость носа, то есть промывания морской водой, один-два раза в день нос и полость рта забрызгивает этот спрей по два впрыска в каждый носовой уход в течение трех недель. Потом делается перерыв на две недели, и этот спрей можно дальше применять с таким же интервалом. Очень хорошей композицией эфирных масел из новых является GoAway, так называемая композиция. Это композиция, которая обладает довольно хорошим иммуномодулирующим действием. И в плане профилактики для повышения напряженности иммунной системы, повышения сопротивляемости организма к инфекциям, подходит это эфирное масло. Одновременно это эфирное масло способствует более утоляющему действию, дополнительное действие, это борьба с насекомыми. Ну и одним очень важным компонентом действия этого эфирного масла является релаксация и седатация организма, успокаивающий эффект. Свойство этой композиции обеспечивает надежную иммунологическую защиту организма человека, обладая выраженным антибактериальным и иммуномодулирующим действием. Это основная заслуга этого эфирного масла. А сопутствующие – это отбугивающие действия от насекомых, это болеутоляющий эффект при особенно мышечных болях. Ну и дополнительный эффект – это релаксация и антидепрессивные действия. Применяют эту композицию как и традиционные все эфирные масла. Одна-две капли на 5 квадратных метров площади помещения, 3-4 капли в аромомедальон, 5-6 капель на процедуру в виде арома в ванны, 3-5 капель на 10 мл базового масла. Это растирание больных мест, ну и обогащение косметических средств различных из расчета 3 капли на 5-10 грамм косметической основы. Очень хорошая композиция гигея, которая содержит хвойные компоненты, такие как еловая хвоя, сосна и активные иммуномодулирующие эфирные масла розмарина, лаванды и мяты перечной. Они обладают очень выраженным противовоспалительным и отхаркивающим действием, болеутоляющим действием. Главное для нас в плане профилактики является адаптогенный и иммуномодулирующий, иммуностимулирующий эффект от эфирных масел. Важное свойство этой композиции – это общетонизирующие действия, так как мы знаем, что при респираторных инфекциях любых возникает так называемый эффект астонизации, ослабления организма человека. Поэтому эта композиция будет передавать силу и бодрость организму человека. Действия довольно выраженные – антибактериальные, противовирусные, противогрибковые. Это более устраняющие действия, очень неплохое отхаркивающее действие, важное при респираторных инфекциях. Ну и важное очень действие – борьба с постинфекционной астенией, то есть ослаблением организма, слабость, утомляемость, снижение аппетита и так далее. Применяют гигею, так же, как и предыдущие масла, в таких же концентрациях, традиционно 1-2 капли на 5 квадратных метров площади помещения при аромалампе, 3-4 капли в аромомедальон на сеанс, ингаляции 2-3 капли на 0,5 литров горячей воды, арома в ванной 5-6 капель на процедуру при температуре 37 градусов воды и 10-20 минут экспозиции, ну и растирание 3-5 капель на 10 мл базового масла. Очень хорошее масло, которое появится в ближайшем будущем у нас – это масло сандала западноиндийского. Масло обладает очень выраженным противовоспалительным действием. Обладает прекрасным антидепрессивным действием и, особенно у людей с нарушенным сном, нормализует сон. Надо сказать, что при респираторных вирусных заболеваниях очень частным симптомом является нарушение сна. У гипертоников это масло будет снижать артериальное давление, а у людей с метеопатией, с метеозависимостью оно будет обладать выраженным адаптогенным эффектом. Ну и традиционно, как в Индии, так и во всем мире, это масло используется для регенерации кожи и разглаживания морщин, поэтому оно широко используется для обогащения косметических средств. Очень эффективное средство борьбы с воспалительными процессами, особенно органов дыхания. Прекрасное средство по уходу за кожными покровами, причем для кожи любого типа. Эффективное антидепрессивное средство, которое позволяет нормализовать сон и снимать явления тревожности. Масло, которое способствует нормализации артериального давления у лиц, страдающих вегет, сосудистой дистонии и гипертонической болезнью. Ну и омолаживающий эффект сандал очень известен, поэтому его широко используют для обогащения различных косметических средств. В свое время сандалы индийские широко используются для борьбы с угревой сыпью. Способ применения этих масел аналогичен предыдущим маслам. Концентрации те же, я не буду повторяться, поэтому вы прекрасно все уже знаете, что использование этого чистого 100% масла соответствует всем канонам использования его традиционной аромотерапии. В целях профилактики респираторно-вирусных инфекций особое значение уделяется применению экстракта грампфрутовых косточек. Надо сказать, что это одно из самых эффективных средств борьбы с бактериальной, вирусной и грибковой инфекцией. Его можно использовать внутрь, можно использовать для обогащения косметических средств, но традиционно люди, использующие экстракта грампфрутовых косточек в дозе от 10 до 30 капель на стакан кипяченой воды, активно профилактируют респираторные инфекции. Ну а если уже человек заболел, то это эффективные средства именно борьбы с ними и снижение осложнений, которые могут возникать при респираторных заболеваниях. Дозировки у экстракта могут быть различны в зависимости от массы тела. Средние составляют 10-20 капель на стакан воды за 30 минут до еды, применяют его в течение 2-3 недель. Очень важным средством компании Вивасан является иммуностимулирующий, иммуномодулирующий БАТ, иммунфит. Он содержит биофлавоноиды, витамины С, обладающие иммуномодулирующим и противовоспалительным действием. Сюда входит черная бузина, всем вам известная, эфирные масла, холина, органические кислоты, которые укрепляют слизистую оболочку одновременно, повышает сопротивляемость организма и модулирует иммунную систему организма человека. Сам продукт обладает выраженным иммуномодулирующим действием, жаропонижающим, противовоспалительным, мягким отхаркивающим действием, отчасти мочегонным. Обладает успокаивающим действием и общеукрепляющим действием. Особенно важно наличие витамина С, который стимулирует иммунную систему. Применяет иммунфит по столовой ложке 24 раза в день во время еды и в течение двух недель. Противопоказан препарат кормящим мамам. Надо сказать, что препараты иммуномодулирующего действия противопоказаны больным, страдающим аутоиммунными заболеваниями, такими как коллагенозы, ну и рядом других заболеваний онкологического характера лейкозы и туберкулез. Очень важно для профилактики респираторных инфекций применять витамин С. Причем доза витамин С может быть более суточной потребности. У нас продукт представлен в виде ацеролы, жевательных таблеток. Они обладают иммуностимулирующим действием. Укрепляют сосуды, активируют защитные свойства слизистых оболочек, препятствия проникновению вирусов через них внутренне организма человека, стимулируют выработку коллагена и обладают еще активирующим действием на обмен организма человека. Надо сказать, что это эффективное сосудоукрепляющее средство. Но важным фактором, без слов, является его иммуностимулирующее действие. Применяется от одной таблетки два раза в день во время еды в течение месяца. В целях профилактики и повышения защитных свойств слизистой оболочки верхних дыхательных путей рекомендуется принимать омега-3 жирные кислоты. Они представлены у нас продуктами Витал Плюс или омега-3 Форта. В частности, они содержат омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают барьерные функции слизистых оболочек. Это основная функция омега-3 жирных кислот, которая повышает сопротивляемость организма и препятствует внедрению вируса в организм человека. Помимо прочего, у вируса есть еще и очень важные побочные действия. Это кроворазжижающее, что очень важно, особенно при коронавирусной инфекции, так как одним из симптомов является повышенная свертываемость крови. Применяют Витал Плюс по одной таблетке два раза в день во время еды в течение двух-трех недель. Важным иммуностимулирующим продуктом является бодрость на весь день, или АЗ-Компакт, так называемый. Очень популярный продукт среди потребителей нашей компании. Обладает полным комплексом витаминов и основных макро- и микроэлементов. Это важный фактор метаболизма в организме человека. Он является основным иммуностимулирующим фактором. Одновременно бодрость на весь день обладает общетонизирующим действием и снимает симптомы астении у больных, страдающих либо сезонными снижениями иммунологической защиты, либо уже страдающими заболеваниями или перенесшими инфекцией. Бодрость на весь день принимается по таблетке один раз в день во время завтрака в течение одного-трех месяцев. Крем-тимьян – важный фактор борьбы с инфекцией и особенно для профилактики. Широко известен среди потребителей. Содержит тимьян белый и эфирные масла, которые обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием. Надо сказать, что местное применение в области носа, в области грудины позволяет рефлекторно воздействовать на верхние дыхательные пути, способствует расширению бронхов, отхаркивающему воздействию, усиливающему противовоспалительное действие других продуктов, которые мы рекомендуем и для профилактики, и для коррекции вирусных инфекций. Обычно она носится в область носа, в область грудины и межлопаточной области два раза в день. Спрей маммамия, содержащий эфирные масла, тоже как и спрей гигиенический, может использоваться для профилактики респираторно-вирусных инфекций, так как содержит эфирные масла, особенно масло эвкалипта. Надо особенно остановиться на этом масле, потому что масло, по последним научным данным, обладает высокой активностью против вируса коронавируса. Одновременно масло эвкалипта повышает насыщение крови кислородом и уменьшает явление гипоксии, то есть кислородного голодания тканей. Широко применяется для профилактики простудных заболеваний, в частности коронавирусной инфекции, при полинозе, и одновременно способствует очищению воздуха в помещении. Это средство, единственное, что оно не брызгается в полосы рта и в полос носа. Всем известны масла 33 трав, которые содержат большое количество эфирных масел. Основное действие этого масла – это иммуностимулирующие, иммуномодулирующие действия. Используется оно различными способами. Это и холодные и горячие ингаляции, это традиционная арома лампа, арома ванны. Это масло можно использовать даже внутрь. Одну-две капли на кусочек сахара рассасывают в полосы рта. Это эффективное средство борьбы для профилактики вирусных инфекций и для борьбы уже с имеющимися заболеваниями. Эфирное масло чайного дерева обладает очень широким спектром действия и как средство профилактики, и как средство коррекции вирусных инфекций. Надо сказать, что наиболее активные компоненты – это терпены чайного дерева, обладающие широким спектром антибактериального и противовирусного действия, одновременно сосудствуют в борьбе с грибковыми инфекциями сопутствующими, с вирусом герпеса, особенно папилломы. И вот последние данные о борьбе с коронавирусной инфекцией. Обладает выраженным противовоспалительным, противоаллергическим, иммуностимулирующим и успокаивающим действием. Лавандовое масло всем известно, оно не только приятно на восприятие. Основное назначение лавандового масла – это выраженное иммуномодулирующее и противовоспалительное действие. Одновременно масло лаванды обладает широким антиоксидантным действием и противострессорным эффектом, что позволяет больным либо профилактировать инфекции вирусные, либо эффективно справляться. С этими заболеваниями уменьшает риск развития осложнений. Эфирное масло эвкалиптом, мы уже говорили о нем в спреях. Это довольно эффективное средство борьбы при респираторных инфекциях, поражающих верхние, нижние и средние дыхательные пути. И особенно эффективное оно оказалось при коронавирусной инфекции. Масло обладает широким спектром противовоспалительного действия в отношении бактерий, грибков и вирусов, жаропонижающим действием, мокроторазжижающим действием, отхаркивающим действием. Ну и одновременно, надо сказать, что это средство с выраженным иммуномодулирующим эффектом. Спектр действий широкий. В данном случае мы с вами говорим о профилактике и коррекции респираторных инфекций, поэтому это масло будет стоять на одном из первых мест борьбы с профилактикой коронавирусной инфекции. Надо сказать, что в программу профилактики респираторных вирусных инфекций входит ряд мероприятий. Первое – это аромопрофилактика. Как раз мы говорили об эфирных маслах. Она применяется сезонно, тогда, когда количество эфирных масел в воздухе уменьшается. Это, как правило, с сентября и октября месяц. Поэтому аромотерапия начинает уже с этого времени. Это иммуномодуляция посредством применения иммунфита. Мы о нем уже говорили. И это иммуностимуляция посредством применения витаминно-минеральных комплексов, таких как черниковитал, яблочный уксус, комплекс витамины АЗ-компакт и одновременно пробиотика флоромакса, который через систему пищеварения способствует стимулированию иммунной системы. Важным фактором является профилактика посредством витаминов. Мы об этом уже говорили. И начинаться она должна уже с сентября месяца. Обязательно является иммунопрофилактика посредством витаминов у всех людей, всех категорий, начиная с ноября месяца. Так выглядит алгоритм профилактики эфирных масс, респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции. На первом месте мы с вами говорим, конечно, об экстракте грейпфрутовых косточек и иммуномодуляторе иммунфита, и сопутствующем применении ацеролы. Как фоновое использование омега-3 жирных кислот посредством виталплюса и омега-3 форте. Как базовое использование витаминов и минерального комплекса бодрости на весь день. Ну и эфирной терапии. Так как у всех людей, особенно при наличии хронических воспалительных заболеваний, имеется дисбиоза кишечника, то сюда рекомендуют в комплекс применять еще пробиотики, в частности флорамакс. Ну а из эфирных масел, мы уже с вами говорили, это экстракт грейпфрутовых косточек, новый гигиенический спрей, спрей «Мамма миа», эфирные масла, о котором мы тоже с вами говорили, ну а из новых это гигиенический спрей «Гоуэвэй», «Гигея» и эфирное масло «Адена». Мы с вами поговорили о респираторных вирусных инфекциях, о путей распространения инфекций, средствах и методах профилактики этих инфекций. Надо сказать, что соблюдение профилактических гигиенических мероприятий, использование средств компании «ВАСАД» для профилактики респираторных вирусных инфекций и коронавирусных инфекций позволит, безусловно, снизить заболеваемость респираторными инфекциями и коронавирусной инфекцией, повысить сопротивляемость организма к другим инфекциям, ну и решить проблему с сезонным гиповитаминозом, а, в общем-то, оздоровить наше население.